ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН Федеральная антимонопольная служба выявила почти двоекратное увеличение нарушений при организации аукционов по ремонту и строительству дорог. Основную массу претензий ведомства вызвало установление заказчиками излишних требований к объектам и необоснованное укропнение лотов. Также есть нарекания по части оценки, поданных на конкурс заявок. ТРАССА СТО ОДИН В России растет число водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения ПДД. Их, по данным Федеральной службы судебных приставов, в сравнении с первой половиной 2016 года стало больше на 600 тысяч. Приставы связывают это с увеличением автопарка, ростом числа дорожных камер и ужесточением законодательства. Всего в первом полугодии 2017 приставы собрали из должников по штрафам более 7 миллиардов рублей. ТРАССА СТО ОДИН Hyundai через несколько недель собирается возобновить в России продажи модели Sonata. Обновленный седан получил, в частности, светодиодные фары, систему контроля мертвых зон, функцию помощи при движении задним ходом. Информации о моторах и трансмиссии пока нет. На Западе машина предлагается с бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 185 лошадиных сил, либо со 178-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6. Лада 4х4 в трехдверном исполнении по-прежнему остается самым приобретаемым внедорожником на вторичном рынке. Значительно от нее, по данным агентства Автостат, отстают Chevrolet Niva и Toyota RAV4, второе и третье места соответственно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.